я у ребят но я заселился в свои киевские апартаменты и собственно сейчас вам покажу я ожидал процентов на 50 получше но тем не менее по крайней мере это близко к центру это кловский спуск для меня очень важным моментом было снять жилье чтобы это была студия чтобы кухня была совмещена с местом где можно тусить после жизни в новой зеландии после путешествия по соединенным штатам америки я очень сильно от этого отвык и понимаю прелести вот когда все это выглядит в виде студии телек ужасно как можно держать эту коробку до сих пор здесь ну ребята ну поднимите стоимость не знаю там на 5 долларов в день и поставьте нормальный телевизор пост и и самое интересное самое интересное что то что они пожлобились купить тайт не было стирального порошка не было шампуня я покупал шампунь я купил стиральный порошок здесь была вот такая вот еще одна самая самая дешевая убогая туалетная бумага я сегодня купил адекватную занавеску я уже показывал среди это вот квартира за 750 гривен в сутки с такими газонавесками да то есть грубо говоря плачу 30 долларов в сутки поэтому как бы можно было бы и лучше ну а вот привет как дела Ну, спой песню какую-то кинескую. Каштаны, каштаны, каштаны. Павел Зибров поет. Про Попадол. Про что? Про Попадол. Миша Шепутинский. А ну. Давай. Оставим блог. Да, блядя. Надо слова подпочить. Да ну, чувак, это же интересно. Люди хотят, чтобы ты показал именно, знаешь, изюминку. Свою жизнь. Я подготовлюсь. Я не подготовлюсь. Красиво. Стекла бы еще помыть, было бы еще красивее. Остав, что мы будем делать? Будем кофе пить, гулять, отдыхать, веселиться и вообще, блин, морально разлагаться. Доброе утро. Вы не продолжаете все? Круто. Что ты поделаешь? ЛАТЭ буду. ЛАТЭ. И ВАЛАТ. Это люди бросали эти деньги? Да, это моего... О, это знакомо. А, это Евро. Это Нидерланды, Голландия. Монеты все разные. В каждой стране своя. Вот эту парень дал из Сеула, а эти дал все один человек, он из, по-моему, из Стамбула. Сир Эдмунд Хиллари. Помогаем партии 5-10, как может, привезли новозеландские деньги. Здравствуйте. 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 Какой я себе классный кофе купил. Какой классной чашки. Карта Киева. Короче, в ногах правды нет, и я решил присесть и поговорить по душам. Итак, что первое, что я заметил, да, вот именно позитивные какие-то моменты. Я надеюсь, сейчас камера не запирает, потому что немножко ветер, но, в общем-то, будем надеяться, что пишет нормально. В общем, гуляю я сейчас по Мариинскому парку и размышляю об увиденном в Украине. На самом деле, в большинстве мой экспириенс был позитивный. То есть, реально много очень таких хороших моментов. Я пользуюсь в основном такси Uber. Я не пользуюсь метро и не планирую им пользоваться. Я не пользуюсь общественным транспортом и не планирую им пользоваться. Пользуюсь Uber, потому что он просто до смеха дешевый. У меня там одна поездка получается от полутора до пяти долларов, что по новозеландским, американским меркам это вообще смешно. Поэтому, ну, почему бы не пользоваться? И в связи с этим я заметил, что многие водители Uber, они на самом деле вполне вежливые, можно сказать. Почему? Потому что это уже другая немножко аудитория, это уже немножко другой уровень. Люди, которые устанавливают себе это приложение и используют его для того, чтобы, в общем-то, возить пассажиров, это немного уже другой уровень сознания. Поэтому они более вежливые, они более грамотные, они более образованные. Для меня очень забавно и необычно то, что ты ходишь, и люди понимают, о чем ты говоришь, потому что, в общем-то, они говорят на твоем языке. Что еще я заметил? Люди смотрят в глаза, люди тебя оценивают, как только видят. Я не знаю почему, возможно, потому что я как-то немного выделяюсь из толпы. Я заметил, что куда бы я ни заходил и с кем бы я ни начинал общаться, у меня там буквально первый вопрос, а ты откуда? То есть, наверное, как-то не знаю чем, но я выделяюсь из общей массы. Люди реально смотрят, люди коммуницируют, люди даже улыбаются. И такие я очень люблю жирные контакты, то есть мимо проходящие люди, девчонки, к примеру, они так прям вот очень хорошо задерживают взгляд, чего я никогда не встречаю в Новой Зеландии, потому что там, в общем-то, общество вообще не привыкло друг к другу смотреть в глаза на улицу. Встречаю друга иллюзиониста из Днепропетровска. Вот он идет. Вот он и этот парень. Привет, здрава вам. Здорово, дружище. Хорошо, Дим, смотри, для следующего фокуса тебе понадобится выучить одно секретное движение, нужно мне делать вот так. Да, смотри, вот, пятерку. Мы берем тем самым загадочным движением. Ладно, чуть ниже. Здорово. Также у нас есть двойка треб. Сейчас пятерку и двойку поменяем местами. Двойку тебе отдали, пятерку забрали. А теперь двойку нужно держать так крепко, чтобы я не смог забрать. Здорово. Отлично. Сейчас очень важно смотреть за двойкой. Если за двойкой не смотреть, чудо у нас не получится. Если карты вот так поменять местами, это будет хороший фокус, да? Да. А если вернуть обратно, ну, будет менее красиво. Не менее, не прикольно. Да, возьми эту карту. Теперь вот небольшая электрина. Здесь двойка, здесь пятерка или здесь пятерка, здесь двойка? Ты сначала мне дал двойку, да? А потом пятерку. Нет, сначала пятерку, потом двойку. Сначала пятерку, потом двойку. Здесь двойка, да? Слева пятерка, да. Двойка пятерка? О, здорово. А если я их возьму и все равно поменяю? Местами. То есть у меня сейчас здесь пятерка, должна быть здесь двойка, да? Ну давай посмотрим, что у нас там получилось. Ух, блин. Твою ж мать. Нет, подожди, подожди, подожди. Самое важное, что пока мы с тобой общались, меняли карты, ты держал их местами, я тебе заговаривал зубы, все время твои карты лежали у меня вот здесь. Что я могу сказать, дамы и господа? Друзей становится все больше, вот потянулся Андрей. Знакомьтесь, Андрей, расскажешь пару слов о себе. В прошлом я врач, сейчас я работаю как фрилансер-дизайнер, активно занимаюсь бегом, подтягиваюсь в такое упражнение собственным телом, немножко заразился от Димы. Вот, есть большие планы на будущее, сейчас очередной этап, когда требуется новый жизненный рывок, и я набираю силу, вдохновение от правильных людей. Круто! Привет, друзья. У меня летом всегда была аллергия. Я не знаю, что у меня аллергия, но у меня чаще всего начинался насморк в августе месяце, у меня краснели глаза, как сейчас, поэтому я одел очки. И вообще, как-то странное самочувствие у меня было всегда летом. И вот я уже на три года практически забыл об этом, приехал в Украину и вуаля, аллергия снова напомнила о себе. Но суть, расскажу я немножко о другом. Для того, что я только что гулял по Киеву со своими друзьями, один из которых приехал из Днепропетровска сегодня на целый день, позже к нам присоединился Андрей. Смотрите, сегодня гулял с этим ребятом по Киеву, и я на самом деле, я очень офигел. У меня возникло ощущение, что я в Киеве в принципе не жил. Я здесь не был практически три года. Я уехал в ноябре 2014-го, прожил два месяца в Таиланде, после этого переехал в Новую Зеландию. Сейчас я вернулся и абсолютно другой экспириенс. Вот что я понял. Ребята, очень сильно зависит ваше восприятие города, ваше восприятие страны, в которой вы живете, от множества факторов. Где вы живете, в каком районе, по каким улицам вы передвигаетесь, как вы по ним передвигаетесь, с кем вы общаетесь. Конечно же, насколько много у вас денег и что вы можете себе позволить в этом городе. И все эти факторы, они настолько сильно влияют на восприятие, что это просто, это может быть один город, одна страна и два разных человека, которые находятся в другом окружении, в другом районе. Ездят, один ездит на общественном транспорте, другой пользуется автомобилем. У одного друзья образованные с деньгами, у другого друзья какие-то непонятные гопнички. И это абсолютно другой экспириенс. Конечно, что-то изменилось за три года, благодаря кредиту МВФ здесь поделали дороги, здесь очень чисто, очень прикольно вот в этом плане. Когда я жил здесь три года назад, я работал в компании, у меня было не особо здесь много контактов, потому что я только переехал в этот город. Я особо никуда не ходил, ни с кем не пусил, я не ходил по барам, а здесь огромное количество кафе, здесь огромное количество баров, здесь атмосфера просто потрясающая. Мы только что гуляли от Крещатика, от Арки Дружбы Народов, мы спустились снизу на почтовую площадь. Сегодня среда, то есть сегодня будний день, народу просто огромное количество, как будто это выходной день. Везде какие-то бары, везде какие-то тусовки, просто невероятная атмосфера, просто потрясающая атмосфера. В Новой Зеландии нет такого и близко. В самый-самый-самый-самый яркий, самый какой-то, не знаю, день, когда происходят какие-то крутые мероприятия в Новой Зеландии, это и близко не приближается к атмосферности Киева сейчас, в среду, в будний день. Я считаю, что Киев это реально потрясающий город. Киев сейчас массово застраивается, в Киеве очень много вещей каких-то положительных происходит. Не берем остальную Украину, остальная Украина она очень сильно другая. Но если мы берем Киев, это город, который очень быстро растет население, я вижу эти позитивные сдвиги. А особенно, если говорить о Киеве 3 года назад, я вижу в частности, что много появилось каких-то более, что ли, вежливых людей. По крайней мере, я сталкиваюсь с вежливыми людьми. Да, есть какие-то там бывают немножко негативные люди, но как один мой хороший друг и блогер Алекс Басан сказал в одном из своих последних видео, к тебе начинают обращаться не совсем вежливо, а ты начинаешь отвечать вежливостью и, в общем-то, народ очень быстро подтягивается, они не привыкли к такой реакции, они перестраиваются, начинают с тобой общаться с уважением и, в принципе, с позитивом. Я, в принципе, практически с этим не сталкиваюсь, действительно, мне попадаются достаточно вежливые люди. Также я был поражен дорогами, а именно движением на дорогах, потому что есть места, где буквально нет разметки, там 4-3 полосы, нет вообще никаких разделительных линий, при этом водители каким-то просто чудом в этом всем организованном хаосе, в этом потоке, каким-то образом друг другу уступают место, перестраиваются, благодарят друг друга тем, что включают аварийный сигнал. И, в общем-то, меня это весьма удивило. Более того, мои друзья меня уже пригласили на огромное количество различных мероприятий, различных активий, я вижу, что мое пребывание в Киеве будет просто мега насыщенным. Меня постоянно куда-то приглашают, мне приходится постоянно встречаться с какими-то людьми. Уже у меня там расписано, все буквально по дням, даже по часам. То есть у меня там в пятницу я еду на байдарках, потом еще куда-то, потом какой-то яхтинг. Здесь же будет проходить через неделю свадьба украинских ребят, которые живут в Окленде, и они тоже сейчас приехали в Киев. Потом мы едем в Одессу, еще там целый ряд мероприятий запланированных. Короче, мне нужно, наверное, рэнбульчики пить каждый день, потому что банально мне не хватает энергии. Вот, ну как-то так. Буду снимать все на видео, буду освещать это все своими глазами. туриста, потому что я сейчас на это все по-другому смотрю, и вот как-то так. До связи!